да да ребята я тоже рад вас видеть эй ребята это видео спонсируется экспресс поэтому обязательно посмотрите в конце видео чтобы узнать как вы можете получить три месяца бесплатно при следующем заказе как вам такая страшная мысль верно серьезно и 4 вышли почти 18 месяцев назад да на всякий случай если вы еще не потеряли счет дням сливающимся воедино что же есть еще одно яркое напоминание о том как быстро летит время и так мы находимся в начале 2022 года и у нас есть новое вступление в серию сири сэм сибирский хаос звучит здорово спасибо товарищ хотя я не могу не думать что назвать это сибирским шлемом было бы немного лучше это вообще вопрос черт возьми черт возьми да в любом случае эта штука только что вышла в стим и старых добрых играх ком и если у вас уже есть сирена 4 что же вы даже можете получить ее по сниженной цене что довольно круто это отдельное дополнение для четвертой игры которая напоминает мне о гораздо лучших и более простых временах да давно прошла эпоха пакетов расширения видите ли был момент когда выходила игра а затем если бы людям понравилась эта игра через несколько месяцев они выпустили бы больше контента в виде пакета расширения как вас зовут подонок обычно над ними работали бы люди не привязаны к оригинальной студии просто с их благословение и надзор и это именно то что здесь произошло потому что вместо того чтобы это было разработано командой кроу в частности в сибириан мэйхом приняли активное участие фанаты и сообщество серьезных самбоев называющие себя студии таймлок и если есть кто-то кому стоит передать ключи от продолжительной франшизы то это фанаты и моды верно есть группа русских с которыми вы общаетесь во время кампании которые затем помогают вам на последних двух уровнях и если это не способ разработчика самостоятельно включиться в игру что же тогда я не знаю кто мой друг я думаю что в какой-то момент они даже сказали сэму что они его самые большие поклонники да это не намного больше мета чем это мы ваши самые большие поклонники чувак ну поиграв в эту штуку я думаю можно с уверенностью сказать что студии таймлок знают что делают потому что практически от начала и до конца сибирский хаос был действительно забавным и подходящим устаревшим напоминанием о том насколько хороша может быть эта серия и это расширение которое действительно похоже на то что в него вложено много любви это добавляет несколько новых видов оружия несколько новых врагов и пару новых игрушек для игр таких как воздушные удары и ховерборды да вы правильно расслышали название уровней являются отсылками к русским литературным фильмом бертрана рассела и если я не ошибаюсь deep purple он переключается между перистым и насмешливым тоном ухитряясь использовать серьезные мультяшные чрезмерные корни а также просто проводить приятную сложную кампанию так что да это серьезная игра с песком насквозь теперь вам нужно было бы накачаться довольно большим количеством коупием чтобы притвориться что у серьезного m4 не было много проблем при запуске это было глючно у него была низкая производительность и в целом это было не то что вы ожидали от игры которая находилась в разработке так долго как это было это шутка сибирский хаос с другой стороны не страдает ни от чего из этого и он ощущается как гораздо более оточенный продукт прямо из ворот теперь конечно я уже некоторое время не играл в серьезную игру сэма от начала до конца на самом деле я думаю что в последний раз это было когда я играл через корсим 4 но послушайте вам не нужна степень магистра в области стрелков чтобы знать что здесь делать эта игра в которой вы очень быстро овладеете искусством убивать врагов в основном удерживая кнопку назад и левую кнопку мыши а также часто бросая стрелы влево и вправо а также кнопку прыжка вы входите в район и кучка плохих парней имеет разные вкусы или появляется там как только они все умрут вы перемещаете длину члена пчелы в следующую область а затем процесс повторяется и сибирский хаос вообще не меняет эту формулу да в этом и не было особой необходимости это простая предпосылка что первые несколько игр в серии абсолютно освоены а остальная часть игры всегда чувствовалась так как будто они гонялись за своими хвостами пытаясь воспроизвести это всегда было чем-то вроде прыжка между тем чтобы бросить в игрока достаточное количество врагов чтобы сделать его ошеломляющим и сложным но также найти золотую середину чтобы вы все еще могли управлять тем что надвигается на вас слишком много врагов и это будет казаться дешевым и несправедливым но только нужное количество врагов и вы почти чувствуете что у вас все под контролем как будто у вас все еще осталась одна рука на руле в отличие от вождения без рук или ног полностью я думаю что это то чего удалось достичь сайбериан майхом я просто надеюсь что тот факт что я закончил эту вещь с трудом а не с умственными трудностями будет достаточно приемлемым для тех хардкорных фанатов которые примут мою критику ну что я могу сказать я не ищу драки но драка кажется всегда ищет меня теперь в этом пакете расширения есть пять новых уровней и на прохождение каждого из них вероятно уйдет от 45 минут до каких-то долей часа здесь в стране кенгуру эта штука примерно вдвое дешевле базовой игры что должен сказать я считаю хорошей ценностью особенно если вы собираетесь вернуться туда а затем поиграть в кооперативном режиме что касается самой компании сибирский хаос начинается на пустынном продуваемом всеми ветрами пляже в глуши мне показалось что я прошел через альтернативную вселенную и каким-то образом тоже оказался в демо версии технологии lost cause для half-life в любом случае не займет слишком много времени прежде чем вы наткнетесь на дробовик всего через пять минут что делает эти стартовые последовательности чем-то вроде разминки не будучи слишком ошеломляющими мы скоро доберемся до экрана покрытого нелепыми насмешками но игре потребовалось время чтобы разогреть нас первого подойдите и возьмите немного это также действительно подчеркивает я думаю насколько визуально сибирь и хаос отличаются от базовой игры и мне очень нравится как они использовали снежную бурю чтобы ограничить расстояние до розыгрыша это как бы подчеркивает насколько сильно замерзает сибирь и это также создает довольно приятное зрелище во время боя заставляя вас чувствовать что вы заключены в эти отцепленные боевые арены что я тоже заметил на протяжении всей игры так это то как погода меняется в реальном времени я имею в виду что нет дневного и ночного цикла или чего-то подобного но погода будет часто меняться от ясной и солнечной а затем даже пасмурной и метель помогает усилить это чувство погружения и привязанности к миру в отличие от простого перемещения из одного места бренда в другое чувствуете себя круто примерно в это же время в игре появляется один из новых врагов эти парни которые бросают гранаты которые более или менее похожи на обезглавленных бомбардировщиков из других игр и поверьте мне когда я скажу что вы увидите еще несколько ретроспектив отмеченных на протяжении всей кампании мне также нравится что они также дают вам насадку для гранатомета с дробовиком потому что эта штука является одним из самых полезных инструментов во всей игре на самом деле дошло до того что я даже не потрудился использовать дробовик в качестве дробовика я просто использовал его как гранатомет вскоре после этого вы получите ружье тренера обязательное оружие для любого поклонника цируса сэма и почти незаменимое против таких врагов как клиры и оборотни да оба они возвращаются я думаю что единственный дерьмовый момент на этом начальном уровне это раздел где вам предстоит сражаться с этими новыми врагами лягушками называемыми прыгунами и они не только могут прыгать вокруг но и плеваться в вас всякой дрянью им даже удалось немного поработать с этими ребятами позже в игре когда вы находитесь в этих канализационных коллекторах а затем куча из них начинает выпрыгивать из близлежащих труп чтобы напасть на вас да эта ссылка не ускользнула от меня но с ними просто не так весело сражаться потому что помимо того что они действительно проворны у них также есть склонность просто полностью менять свое направление наугад что для игры в которой все сводится к стрельбе и реальной попытки собрать врагов вместе просто вызывает много разочарований в любом случае после этого на той же арене где вы только что подвергли эвтаназии дюжину таких тварей вам придется выживать против натиска клиров да классика теперь в защиту игры у вас есть все инструменты которые вам понадобятся на этом этапе но проблема в том что в серии сэмфор по какой-то причине по умолчанию вы не можете запускать и перезаряжать одновременно это означает что каждый раз когда вы стреляете из тренерского пистолета или дробовика ваша скорость передвижения существенно уменьшается вдвое это немного несправедливый гандикап и это все равно что просить кого-то сыграть в теннис со связанными ногами сайбериан мейхом возвращает ту же систему очков навыков и улучшений что и си фор и некоторые из них просто необходимы я имею в виду даже не как субъективная вещь здесь есть обновления которые просто необходимы катание на шарах которые спорят не относится к их числу хотя это все равно довольно весело но поверьте мне когда я скажу что как только вы сможете разблокировать обновление которое позволит вам ускоряться при перезагрузке я не шучу чувак если вы собираетесь играть в эту штуку направляйтесь прямо к этому спринтерскому обновлению вы можете поблагодарить меня позже хорошо тогда наконец на этом начальном уровне вы получите одно из дополнений первого нового оружия а к 47 и да вы действительно ожидали что это будет что-то другое сука о да все в порядке когда у вас есть ака я знаю что эта штука всего лишь переделанный m29 из базовой игры но знаете что мне все равно честно говоря я бы хотел еще больше развить всю эту русскую атмосферу например заменить все аптечки бутылками водки вялеными сосисками или булочками может быть наденете маленькие шляпы шумка на все поляны у обезглавленных врагов есть казачьи танцы или что-то в этом роде я имею в виду послушайте если мы склоняемся к стереотипам что же давайте немного продвинемся дальше целом весь этот первый уровень чертовски хорош и последняя комната которую вы очищаете которая полна трамплинов которые см и враги могут использовать пользой это просто чистая анархия и бойня в лучшем виде второй уровень быстро вводит еще один новый тип врага и я даже не знаю как описать эти вещи я бы сказал что они похожи на ядовитые плавающие яички которые выделяют пердящий газ и разлетаются повсюду как их резиновая лента да они немного раздражают но они появляются так редко что это почти не проблема весь смысл этого второго уровня состоит в том чтобы исследовать сигнал бедствия поступающие на все эти складские и доковые сооружения есть действительно неуместная головоломка с краном где вам нужно убрать транспортные контейнеры с дороги но честно говоря мне кажется что я должен быть в игре которая вышла 20 лет назад есть это там или нет по иронии судьбы я понятия не имею но вам когда-нибудь понадобится сделать это снова позже в ходе кампании настоящая изюминка однако заключается в последовательности внутри мехового костюма в котором вам просто нужно перемещаться на юг но между вами и тем что находится на юге в хвостах есть несколько сотен врагов которых нужно избавить от их проклятых страданий этот костюм мэкс стреляет ракетами одной рукой а другая рука бензопила которую вы можете использовать чтобы разрезать ее все что попадает в зону действия бейли и это настоящие враги которых вы можете убить а не просто судьба три модели дипрокрутки с которыми даже нельзя взаимодействовать теперь на третьем уровне почти ощущается что-то вроде открытого мира вы даете этот объективный ориентир того куда двигаться вам все еще просто говорят идти на юг но на самом деле здесь есть много чего посмотреть и сделать заранее если вы хотите то есть у вас есть лыжи которые помогут вам передвигаться и это возможно единственный шутер который как я думаю кроме никто не живет вечно в который я когда-либо играл там где вы действительно садитесь за руль навигация становится намного быстрее и приятнее но это также отчасти поощряет исследования потому что вам больше не приходится все время бегать пешком вокруг этого лесника разбросаны три карты ключа спрятанные на вражеском аванпосте которые вы можете получить с помощью мини игры головоломки а затем когда вы найдете все эти три карты ключа вы сможете разблокировать скрытая очко навыка есть еще одна побочная миссия которая заканчивается довольно мучительной боевой последовательностью на замерзшем озере замерзшее озеро которое имеет своего рода физику скольжения которую можно было бы ожидать от старого восьмибитного бокового скролля вы также снова сталкиваетесь здесь с этими не очень хорошо выглядящими врагами вампирами и на этот раз действительно кажется что имеет смысл встретиться с ними я имею в виду что гораздо разумнее встречаться с вампирами в восточной европе чем на улицах рима сайт машин тоже дает вам одно из новых устройств орудийные башни установлены на ховерборде что да именно так и звучит и я бросаю вызов любому кто скажет что-то плохое о ховербордах или орудийных башнях да продолжайте скажите что-нибудь вся эта область огромна но и ориентироваться в ней не сложно есть много достопримечательностей которые привлекают внимание и тот факт что большинство из этих побочных объектов связаны с дорогами означает что их нетрудно найти если вы хотите отправиться на поиски это полностью контрастирует с той одной лесной миссией в сифор где они высадили вас на эту огромную открытую местность которая действительно казалась более гибкой чтобы показать сам движок потому что 99 этой карты было просто совершенно пусто да эта миссия проходит отлично я никогда не забуду как ехал 10 минут в одном направлении только для того чтобы просто зайти в тупик и ничего не показать ни патронов ни секрета ни пасхального яйца просто ничего просто от разочарования мое разочарование неизмеримо в сибирском хаосе хотя пару раз я сходил с протаренной дороги а потом был фактически вознагражден за это однажды я случайно наткнулся на одинокого врага который сидел на диване и слушал музыку любуюсь потрясающим видом и вы знаете что я сделал да я оставил его наедине с этим потому что я не знаю может быть каким-то образом этот бедный парень смирился с тем каким человеком он был на самом деле и может быть он решил что больше не хочет идти по пути насилия не беспокойтесь и одно только это случайное маленькое пасхальное яйцо показалось мне более душевным чем все что могла собрать компания войны эй мальчики вы скучали по мне и мой день испорчен поэтому я думаю что вы могли бы провести полчаса на этом уровне вы знаете если вы пройдете через это с помощью туннельного зрения или даже более 1-2 часов рассматривая каждую мелочь и оценивая все более тонкие вещи подобные этой которые они добавили думаю это было вероятно примерно в первый раз когда я тоже начал замечать как хорошо выглядит это расширение не знаю является ли это совпадением или просто географическим сходством но некоторые из этих районов вызвали у меня ощущение деревни Resident Evil они очень похожи на заброшенные европейские деревни в разгар этой непреодолимой снежной бури да это чертовски красивая игра и она почти похожа на те рекламные скриншоты почти теперь в заключительной части этого третьего уровня представлены две новые механики энергетический арбалет и столетнее полотенце теперь арбалет на самом деле просто более или менее снайперская винтовка которая когда вы сварены в значительной степени ломается игра убивает большинство стандартных врагов одним ударом и когда вы стреляете из двух этих штуковин я имею в виду просто забудьте об этом однако башни века это такие сооружения с которыми вы сталкиваетесь может быть несколько раз и они обстреливают местность артиллерийскими ударами в значительной степени вынуждая вас их уничтожать я имею в виду что если эти артиллерийские удары вас не достанут что же тогда ракеты выпущенные обеими пушками слева и справа вероятно достанут вдобавок ко всему эти штуки постоянно порождают врагов и единственный способ нанести им урон подождать пока их центр откроется обнажив их слабое место который если быть честным представляет собой довольно огромный дизайнерский этаж но вы вероятно будете так отвлечены уничтожением ближайших врагов что полностью пропустите открытие этой штуки так что да их довольно сложно победить но опять же вы получаете дополнительный бонус в виде еще одного бесплатного очка навыка за то что убрали три из этих вещей так что если вы хотите свалить отсюда и покинуть эти башни будьте ну тогда я думаю это зависит от вас но просто знайте что где-то ваши предки смотрят на вас свысока за это как и я теперь пройдя через такие условия которые выглядят так как будто они оставят вас сильным обморожением на вашей ходовой части следующий уровень похоже меняет климат приветствую нас прекрасным теплым восходом солнца обширными зелеными полями и парой сотен обезглавленных камикадзе штурмующих холм и мне тоже нравится эта маленькая деталь когда все эти птицы зловеще разлетаются я бы сказал что это самое большее с чем вы сталкиваетесь в расширении только пристегните свой член потому что то что будет дальше гораздо более нелепо и является одной из самых безумных вещей которые я когда-либо видел в серьезной игре сэм некоторое время назад я написала пост в блоге о том почему я ненавижу видеоигры потому что это то что они делают это похоже на мужскую фантазию да это немного мы едем на танке по этому пустому полю размером со страну третьего мира на которую нападают буквально сотни врагов это прямо здесь была моя любимая последовательность во всей игре и у меня просто была эта дерьмовая ухмылка на лице все время пока я в нее играл и мне это нравится как танк движется рывком да у танка есть рывковый ход удивительно я действительно вернулся на этот уровень после того как закончил игру и увеличил количество врагов до максимума чтобы посмотреть сможет ли мой риг справиться с этим и в этот момент моя игра начала довольно сильно усложняться но даже тогда до того как моя игра закрылась вы можете видеть как безумно весело это могло бы быть если бы движок действительно мог это сделать и честно говоря разве это не то что они изначально обещали когда демонстрировали всю эту механику легиона это действительно хороший трюк даже когда вы играете через это с тем количеством врагов которые предназначены это гарантированно будет одним из самых увлекательных игр которые вы будете играть в 2022 году и на самом деле нет ничего плохого в том что сэм стоун запрыгнул в чертов армейский танк после этого еще одна дополнительная побочная миссия приведет вас в несколько новых районов боевых действий которые если честно действительно казались дерьмовыми только потому что я просто не думаю что бой работает так что сварной шов однако в этих условиях похожих на внутренние коридоры вы можете легко загнать врагов в дверные проемы или в одном направлении так что это плюс есть последовательность в медленно спускающемся лифте которая я думаю является одним из самых неудачных приемов в дизайне уровней эвс и честно говоря я поражен что прошел через это не умерем я нанес так много ударов во время этой последовательности что просто понятия не имею как мне удалось выжить затем последовал бой с боссом внутри временного замка против двух гигантских одноглазых монстров да не те одноглазые монстры которые нравятся вашей маме одноглазые монстры после этого вы встречаетесь с этими сумасшедшими русскими и помогаете им сбежать из города сопровождая их на ближайшую железнодорожную станцию но настоящая остановка шоу в этом разделе это когда вы наконец получите этот лучевой пистолет ни в коем случае чувак эта игрушка выглядит великолепно и если бы мне пришлось подвести итог этому делу одним словом оно вернулось бы я имею в виду просто посмотрите на эту штуку святые угодники это похоже на портативную версию АК Зе Кавина это также немного похоже на окончательный режим стрельбы для лазерной пушки в Сифор а также очень похож на силовой пистолет в следующей схватке выпуская этот постоянный поток энергии который испаряет все за считанные секунды создается впечатление что разработчики уровней знали о других разрушениях которые вызывает это оружие потому что они атакуют вас соответственно с точным количеством врагов которых вы хотели бы я имею в виду что в какой-то момент они бросают в вас то что кажется сотнями камикадзе буквально бросая их в вас тоже эти ребята все летели по воздуху одновременно и это выглядит просто потрясающе да спасибо что заглянули идиоты единственным недостатком лучевого пистолета являются моменты когда вы не используете лучевой пистолет наконец в последней последовательности на этом уровне вы защищаете этот поезд пока они пытаются сбежать но прежде чем вы сможете запрыгнуть вам будет поставлена задача убить все да ваша цель убить все и если это не вся суть этой серии изложенная в одной фразе что же тогда я не знаю что это такое я имею в виду что это могло бы быть целью всей игры и у меня не было бы с этим проблем теперь я не хочу полностью портить финальный уровень но я просто скажу что вы наконец-то получите миниган и гранатолет хотя может быть слишком поздно и здесь есть пара случаев когда я даже не могу представить как вы справляетесь с этим не используя некоторые из ваших припрятанных бонусов очевидно что на этом последнем уровне происходит много сюжетных событий и я бы солгал если бы сказал что не потерял полного представления о том что происходит особенно во время этого финального кинематографа думаю я просто оставлю все это на усмотрение настоящих несгибаемых фанатов и говоря о несгибаемых фанатах это действительно большой урок который я получил от игры в эту штуку это действительно любовное письмо адресованное тем игрокам написанное людьми которые возможно понимают что делает эти игры более увлекательными чем протеин в нем все еще есть кое-что здесь и там не поймите меня неправильно я имею в виду что это почти неотъемлемая часть серьезной игры с песком но количество раз когда я хотел выбросить клавиатуру в окно перевешивалось огромным количеством раз когда я смеялся как идиот когда все шло чрезвычайно хорошо я думаю главный вопрос в том действительно ли это та игра в которую вы хотите играть в 2022 году чертова штука сломалась не поймите меня неправильно серьезный сэм занимается этим с момента своего создания и делает это очень хорошо совершайте круговые обстрелы стреляя из мини пушек и ракетных установок и уничтожая то что приравнивается к небольшой цивилизации достойной плохих парней но это отчасти моя точка зрения я и это все то же самое что он делал с момента своего создания и вот мы продолжаем 20 лет спустя а сэм все еще занимается этим сейчас так много игр даже небольших инди шутеров которые действительно меняют ситуацию и то как мы играем в такого рода игры приводит к тому что скольжение по земле двойные прыжки и схватки с уступами становятся обычным явлением когда прицеливание время выстрела и стилистические приемы занимают центральное место а потом приходит сэм и пожалуй единственная подвижность которой бог этого парня это бег и прыжки я имею в виду что у этого танка из всех вещей есть тире а у сэма его нет ненавидя серьезного сэма за то что он серьезный сэм я понимаю что это глупо это все равно что ненавидеть теннис за то что он заставляет вас играть ракеткой вместо кружки для гольфа но я полагаю что моя точка зрения заключается в том что если вы ожидаете чего-то потрясающего что знали об этом расширении что же тогда не делайте этого это не цирус сэм пятый это расширение во всех смыслах этого слова и надеюсь на большее вы ожидаете что ваши деньги каким-то образом материализуются то чего нет с самого начала закончится только разочарованием но я действительно думаю что фанатам хардкора это понравится я знаю что сделал и это я говорю о циничном депрессивном человеке который чувствовал что получать удовольствие от этой четвертой игры было действительно похоже на попытку извлечь кровь из камня что касается погрома в сибири то этого будет достаточно сэм и этого будет достаточно хорошо так что спасибо что остались и позвольте мне уделить немного времени чтобы поблагодарить экспресс за спонсирование этого видео уже недостаточно просто войти в стон инкогнито если вы собираетесь просматривать сети не хотите чтобы люди видели что вы делаете что же тогда очень важно получить вене вене это сокращение от виртуальной частной сети и эта штука перенаправляет все ваши данные через безопасный зашифрованный сервер что означает что люди не могут получить к нему доступ это действительно хорошо для тарентов скрывая вашу активность от вашего интернет провайдера но я честно говоря нашел это наиболее полезным для потоковых сайтов таких как нетфликс потому что по какой-то причине часть контента там похожа действительно ограничено в австралии для перехода в такую страну как сша так что я могу получить доступ совершенно другим фильмам и телешоу вы можете выбирать из более чем 90 различных стран при этом ваши данные будут повторно загружены через более чем 3000 серверов и вам тоже не нужно просто верить мне на слово есть много положительных отзывов от пользователей а также от более крупных сайтов таких как нет текрейда честно говоря я никогда не рекомендую продукт которым сам не пользуюсь экспресс фун уже почти два года итак если вы хотите присоединиться к клубу и получить три дополнительных месяца бесплатно тогда отправляйтесь в экспресс фун соедините G-мен и начинайте итак и и Субтитры создавал DimaTorzok